Только третий день идёт война, А позади будто нескончаемая удушливая вязь Тьмы и света, грохота и кровавой сумятицы. Корпус генерала Чумакова уже дрался в тылу врага. Свой наблюдательный пункт Фёдор Ксенофонович Обосновал на пологой крутизне ската, поросшего мелким осинником. Приникнув глазами к стереотрубе, генерал Чумаков видел, Как далеко впереди, за зелёным размашистым лугом, На чуть всхолмленной равнине, горели танки его корпуса И горели немецкие танки вперемешку с броневиками и бронетранспортерами. Там затормозилась атака врага. А справа вдоль дороги, сколько видел глаз, Темнели обломки немецких бронемашин, мотоциклов И тоже дымились коробки танков. Случилось так, что Фёдор Ксенофонович, получив данные от своих мотоциклистов О приближающейся по дороге бронированной колонне врага, Успел выбросить ей навстречу половину своей подвижной ударной группы. Десятку тридцать четвёрок она с дальнего расстояния обстреляла немцев И, не приняв боя, отпрянула назад. Немцы вначале развернулись для тарана, Но, не встретив сопротивления, опять свернулись в колонну. И вот результат. Чудовищная каша из немецкого железа и человеческих тел. Это было утром, после чего артиллерийский полк, Из расходовавший все снаряды, отошёл по приказу Чумакова на восток. Третий день идёт война. Что же произошло за эти страшные три дня? Если бы генералу Чумакову было приказано сделать в условиях мирных будней И только лишь сотую долю того, что успел он проделать со своим штабом За какие-нибудь первые десять-двадцать часов после начала войны, Он посчитал бы отдавшего такой приказ ничего не смыслящим, Ни в работе штабов, ни в возможностях и назначении Крупного механизированного соединения. А теперь сместились все общепринятые в руководстве войсками понятия. Перечёркнуты все выверенные практикой нормативы времени, Отводимые хотя бы на элементарные расчёты. Хорошо, что генерал Чумаков вовремя выдвинул свой командный пункт На направление танковой дивизии полковника Вознюка, Погибшего от рук диверсантов. Когда колонны дивизии приближались к Нареву, Её передовой отряд уже сдерживал натиск Прорвавшихся на восточный берег немецких танков И грянул в встречный бой По массированности вражеских атак, По активности авиации Фёдор Ксенофонович определил, Что именно здесь наносится один из тех ударов, Который по замыслу командования противника Должен венчаться вклинением в оперативную глубину обороняющихся. Эх, если бы всё заблаговременно! Если бы сплошная линия обороны Да побольше снарядов и горючего! Да хоть какое-нибудь прикрытие с воздуха Или несколько дивизионов зенитной артиллерии! И, несмотря ни на что, Части корпуса генерала Чумакова стояли насмерть. В первый день войны временами появлялась связь со штабом армии. Штаб запрашивал об обстановке, А у штаба требовали хотя бы снарядов и горючего. Вечером, когда село солнце и затих бой, Когда дивизии корпуса генерала Чумакова, Удержав свои рубежи, начали перегруппироваться, Чтобы с рассветом отразить новые удары врага, Поступил приказ оставить на Нареве заслоны, Основные силы корпуса повернуть на север, Навстречу прорвавшимся со стороны Гродно немецким танкам. Это показалось невероятным. Федор Ксенофонович, сев в броневик, Поехал в штаб армии. Вслед за мотоциклом связи, Экипаж которого знал ближайшую дорогу. За броней было нестерфимо, Душно и пыльно. И генерал, посадив на свое место Рядом с водителем башенного стрелка, Высунулся из люка башни, Подставив лицо и грудь В расстегнутой гимнастерке, Упругой струе воздуха. Это, кажется, были первые минуты, Когда он за этот день, А вернее, за сутки чуть расслабил нервы. Но не отвлечься мыслям от войны. Ночной воздух был пропитан Терпким запахом пыли И удушьем пожарища. Командный пункт армии Располагался в пятнадцати километрах Юго-западнее Белостока На опушке небольшого леса. В палатке генерал-майора Голубева, Командующего армией, Горела электрическая лампочка От автомобильного аккумулятора. Голубев сидел за столом Над развернутой картой. А рядом мрачный, лобастый Генерал-лейтенант Болдин, Заместитель командующего фронтом. Перед ними стояли Два штабных командира, Усталые, запыленные, И, глядя на свои карты, Которые растянутыми гармошками Свисали с их рук, Докладывали, дополняя друг друга Итоговую обстановку, Сложившуюся на фронте армии К исходу дня, Первого дня войны. Голубев и Болдин, видимо, Слышали, как генерал Чумаков Объяснялся при входе в палатку С часовым и порученцем командарма. Поэтому его появление Их не удивило. Голубев, плечистый, Могучего сложения, Скользнул по лицу Федора Ксенофоновича Каким-то затравленным взглядом, Крепко пожал руку И указал на свободную табуретку. Болдин же, С которым Чумаков Был знаком еще по академии, Улыбнулся ему одними глазами Под чуть вспухшими веками, Устало поднялся навстречу, По-братски обнялись, Понимающе и горестно Посмотрели друг на друга. Молодец, Федор, С привычной хрипотцой, Сказал Болдин, Корпус твой не подкачал. Но дела наши очень плохи. Садись и слушай. Командиры продолжали доклад, А Голубев, Не отрываясь от карты, Синим и красным карандашами Делал на ней пометки. Размашисто и крупно, И одно это уже значило, Что речь идет О событиях немалых масштабов. Федор Ксенофонович косился На испещренную знаками Карту командарма, Слушал доклад штабистов-оперативников, И перед ним постепенно вырисовывалась Тяжелейшая ситуация В полосе их обороны. Разобравшись в обстановке, Федор Ксенофонович уже не стал, Как намеревался раньше, Доказывать, что его дивизии Понесли потери, Что на исходе горючие боеприпасы, И что если снять корпус С рубежа обороны, Враг здесь беспрепятственно Устремится на восток. Он уже знал, Что командующий фронтом Павлов Приказал Болдину создать Конно-механизированную ударную группу, Развернуть ее фронтом на север И контратаковать Прорвавшиеся со стороны Гродна Вражеские части. Приказ есть приказ. Его надо выполнять, Хотя отдан он, И это совершенно очевидно, Без доподлинного знания Обстановки, в какой оказались войска, Без понимания тех преимуществ, Которых удалось достигнуть немцам В итоге внезапного нападения Превосходящими силами. Но и не будь этого приказа, Ничто не изменилось бы. Федор Ксенофонович Очень хорошо понимал, Что любой маневр, Равно как и стойкая оборона Удерживаемых позиций, Уже никак не сможет Заметно улучшить в нашу пользу Общую ситуацию. Поздно думать и об отводе частей на восток. Сила и мобильность На стороне врага. Значит, все действия советских войск Должны быть подчинены Только одной задаче. Как можно больше сковать Вражеских сил И как можно дольше задержать их на месте С тем, чтобы там, в тылу, на востоке, Войска вторых эшелонов и армии, Выдвигаемые из глубины страны, Успели на каком-то рубеже Образовать стабильную линию фронта. Этой ночью корпус генерала Чумакова Свернулся в колонны И начал выдвигаться на север. Федору Ксенофоновичу вспомнилось, Как отдавал он приказ майору Никитину Остаться со своим мотострелковым полком на месте И прикрыть ведущую на восток Главную дорогу В оставляемой корпусом полосе. Задача ясна. Буднично, словно речь идет О незначительном деле, Ответил майор Никитин, Глядя прямо в глаза генералу. Будем держаться. Федор Ксенофонович понимал, Что оставляет Никитина и его полк На верную гибель. Понимал это и Никитин. Разговор этот происходил в лесу, В штабной палатке, Ярко освещенной аккумуляторной лампой. На задней стене палатки Висела карта с нанесенной обстановкой, И генерал-майор Чумаков, Водя по ней прутом указкой, Знакомил командиров частей И начальников служб штаба С обстановкой в полосе армии И с задачей, Которая поставлена перед корпусом. Когда майор Никитин Вышел из палатки, Полковой комиссар Жилов, Как-то не очень кстати взяв под козырек, Обратился к Федору Ксенофоновичу. Товарищ генерал, Жилов по-военному ладный, Но какой-то нахохлившийся, Требовательно смотрел на Чумакова. Прошу прощения, Я не знаю, с чем встретится корпус завтра, А Никитин с полком примет на себя Главный удар. Разрешите мне остаться с ним. Федор Ксенофонович будто споткнулся во время бега, Вмиг потеряв нить мысли, Которую начал было развивать у карты. Смотрел в крупное открытое лицо Жилова, Начавшее под его суровым взглядом Слегка бледнеть, И думал о том, Что все эти тяжкие дни Он постоянно чувствовал рядом с собой Присутствие политработников, Которое было каким-то неназойливым. Так здоровый человек ощущает свое сердце, Больше сознанием. Не советую, Ответил ему со сдержанным раздражением, В полку есть свои политработники, А вы, как мой заместитель по политической части, Обязаны, Я повторяю, Обязаны быть там, Где главные силы корпуса. Могу вам гарантировать, Что нам будет не легче, Чем майору Никитину в его полку. Жилов потупился, Отошел от карты И затерялся в группе командиров. Сколько же раз в эти дни Видел Федор Ксенофонович, Как перед неотвратимостью смертельной угрозы Люди словно бы отрешались от самих себя, И будто не ведая страха перед гибелью, Хотя страх смерти живет в каждом, Вершили свой воинский долг. Вчера перед вечером, Когда приутих бой, Через боевые порядки немцев Прорвался грузовик незнакомой марки. В огромном кузове с высокими бортами Полно красноармейцев. Мчались по дороге мимо оторопевших немцев, В упор палили в них из пулеметов и автоматов, В большинстве трофейных, И во всю глотку кричали «Ура!» А когда вскочили в лес, Федор Ксенофонович, Шедший в это время к опушке, Чтобы пробраться на наблюдательный пункт, Даже задохнулся от изумления. Он увидел за рулем грузовика Слепого шофера-сержанта С кровоточащей повязкой на выбитых глазах. Рядом с ним сидел старший лейтенант, Который, как оказалось, Держа руку вместе со слепым шофером На руле машины, Командовал ему, Где и как поворачивать, Где тормозить, А где давать полный газ. Старший лейтенант колодяжный, Представился он генералу, Выскочив из кабины остановившегося На лесной дороге грузовика. Помощник начальника штаба По разведке мотострелкового полка. Младший политрук Иванюта Прямо из кузова Звонко оторпортовал юноша, У которого щеки были пунцовыми От возбуждения. И добавил, «Военный журналист!» Начался разговор. «Откуда у вас этот грузовик?» «Захватили у немцев». «Где добыли автоматы?» «Отняли у немцев». «Почему кричали ураньево?» «Так уже шли, чтобы свои не обстреляли». На всякий случай представитель особого отдела Начал проверять у колодяжного Иванюты документы. Но в это время на недалекой опушке Поднялась стрельба, Послышались крики. «Немцы окружают!» «Автоватчики прорвались на кафе!» Страшен подобный крик, Особенно в лесу, Когда трудно сразу оценить обстановку. «Всем к бою!» Скомандовал генерал Чумаков. «Эй, окруженцы, за мной!» Зычно закричал старший лейтенант колодяжный. С бортов грузовика посыпались красноармейцы И устремились вслед за колодяжным и Иванютой К опушке, где стрельба все усиливалась. Трофейные автоматы тут же сослужили добрую службу. Услышав знакомую дробь, Отчетливо своеобразную, Немцы решили, Что столкнулись со своими, И, начав выкрикивать, Предупреждающие слова Беспечно пошли на сближение. Хорошо поработала группа окруженцев. Старшему лейтенанту колодяжному И его бойцам Была поручена охрана командного пункта. Полковой комиссар Жилов, Наблюдая потом из траншеи, В которой стояла тренога Со стереотрубой, Как они окапывались, Сказал стоящему рядом генералу Чумакову, Странно, Никогда не задумывался над различием Между моральным духом И нравственным состоянием. И к какому же выводу пришли, Спросил Федор Ксенофонтович У полкового комиссара. Вывод на поверхности лежит. Моральный дух сейчас у врага высок, Сила на его стороне, Он теснит нас. Но боевой дух бывает и у волка, Когда ему мнится легкая добыча. А вот нравственное превосходство, Несмотря ни на что, На нашей стороне мы победим. Верно, Федор Ксенофонтович засмеялся. Но хорошо бы еще при нашей непобедимости Живыми выбраться из этой мышеловки. Как же уловить тот момент На последней грани возможного, Когда надо будет давать залп в небо из ракетниц, Сигнал к отходу в спасительный лес за спиной. Что же потом? Смертный час – это не самое страшное, Хотя смерть единственно непоправима. Из-за поворота траншеи вышел полковой комиссар Жилов. В балке за дорогой опять накапливаются танки. Не продержаться нам до ночи. Пора уходить в лес. Федор Ксенофонтович давно чувствовал Приближение минуты, Когда надо будет окончательно смириться с тем, Что корпус, как боевая единица, Перестал существовать. А значит, и он, командир корпуса, Уже не командир. Генерал без войска. Да, отчаяние не щадит и генералов. Слова Жилова прозвучали для Чумакова, Как некоторое оправдание, Пусть не существующей, Но все-таки вины, Томившей его сердце. Глядя на Жилова Долгим и болезненным взглядом, Федор Ксенофонтович Как-то мимолетно подумал, Что у всех политработников Есть некая общность в характерах. Верно ведь, сколько в эти дни Видел он на самых лобных местах Комиссаров и политруков. И под бомбежкой на дорогах, Где из разрозненных Отступавших групп бойцов Формировали они роты, И в передовых отрядах, Отправлявшихся навстречу врагу, И в заслонах, которые закапывались В землю, чтобы погибнуть, Но хоть на время задержать немцев, И впереди контратакующих цепей. Да, пора, После мучительной паузы Сказал генерал Чумаков И обратился к Карпухину. Играйте, Степан Степанович, Отходный марш. Карпухин тут же в нише траншеи Покрутил ручку телефона И кому-то приказал. Ракеты в зенит. Колодяжные, Решайте задачу маскировки. Впереди за лугом В разных местах Взметнулись в небо Красные ракеты, А по линии луга Заструились дымки Дымовых шашек. Когда ветер поднял Над полем дым И образовалась Непроглядная завеса, Чумаков первым Выбрался из траншеи И молча зашагал к лесу, Будто этот уход Не означал Самого страшного Сдачу врагу позиций. За генералом Пошли Карпухин, Жилов, Несколько командиров Оперативников, Младший политрук Иванюта. В конце склона, Откуда надвигалась Дымовая завеса, Замаячила цепь охранения, Которой командовал Колодяжный. Справа и слева Потянулись к лесу Связисты, Разведчики, Саперы. Когда до опушки Было уже рукой подать, Случилось непредвиденное. В лесу, В стороне просеки, Вдруг поднялась Пушечная и пулеметная пальба, Донесся рев Танковых моторов. Вдоль опушки Побежали вправо Что-то неистого Крича красноармейцы, Несшие охрану тылов. Тут же на опушке Показались танки. Один, Второй, Десятый, Немецкий. Быстрее в дым! Закричал Карпухин. За мной! Все круто повернули назад И по пологому склону Изо всех сил Побежали навстречу Надвигавшийся на лес Дымной тучи. Федор Ксенофонович Расстегнул на ходу Кобуру И выхватил пистолет. Под ногами зачавкало болото. Потом сапоги Стали проваливаться Сквозь травяную корку. Кажется, У Федора Ксенофоновича Уже не было сил дышать. Лес встречал Спокойствие Барахтавшееся На болотистом лугу Толпа редела Растекаясь по опушке И вкладывая В этот неистовый рывок Последние силы Заставляя Свои легкие Еще хоть минуту Не задохнуться Окончательно А сердце Не разорваться. Генерал Чумаков Добежал до леса В полном изнеможении. Перевалился Через канаву И, не чувствуя Под собой ног Сделал несколько десятков шагов Среди густого подлеска Затем упал лицо В траву Упахнущего плесенью Корневища Из груди рвался Сухой, свистящий Хрип Рядом упали Жилов, Карпухин И, вонюта, Колодяжный Так и не потерявшийся В дымной И грохочущей Сумятицы Подайте Кто-нибудь Голос Хрипло Проговорил Генерал Чумаков Он измерил Собираться в трех И таинственно Тревожный Высоко под звездами Смотревшими Сквозь густые сплетения Ветвей черного леса Все шли и шли Немецкие Бомбардировщики Роняя на землю Стонущий гуд Фронтовой сон Чуток Спали в шалашах В кабинах И в кузовах Нескольких Имевшихся В распоряжении Группы Генерала Чумакова Автомашин А многие Улеглись Прямо на траве Под кустами Орешника Федор Ксенофонович Чумаков С вечера Почувствовав Как заныли Под бинтами Поврежденные Осколком Челюсти Лег спать В палатке На брезентовой Дерюге Покрывавший Слой Елового Лапника Опасался Дождя Рана Все еще Беспокоила Федор Ксенофонович С трудом Мог есть Только размоченные Сухари И хлебать Жиденький Суп Когда же Разговаривал То влево Мухина Которое Почти перестал Слышать И в нижней Части Виска Просыпалась Тупая Пульсирующая Боль Сквозь Расслабившую Тело Дрему Чумаков Слышал Раздававшиеся Иногда Оклики Часовых Хруссучев Под чьими-то Сапогами Шелест Кустов Одиночные Выстрелы За линии Охранения Мнилось Что вот-вот Может вспыхнуть Как это Бывало В окружении Трескотня Автоматов И тогда Надо будет Вскакивать Хвататься За оружие Не зная Где противник И что Он собой Представляет У Федора Ксенофоновича Тяжело Было На сердце И он С силой Воли Подавляя В себе Трудные Мысли Хотел Побыстрее Уснуть Но рядом Сладко Похрапывал Полковой Комиссар Жилов И чтобы Не слышать Похрапывающего Комиссара Отодвинулся На край Дерюги Под приподнятый Полок Палатки Однако Натянутая Парусина Словно Резонатор Усиливала Все другие Звуки Которыми Жил Ночной Лес И Федор Ксенофонович Даже стал Слышать Как разговаривали И пересмеивались Младший Политрук Иванюта И старший Лейтенант Колодяжный Устроившийся На ночлег Неподалеку Хотел было Прикрикнуть На них Но Колодяжный Зашелся Таким Удушливым Заразительным Смешком Что Федор Ксенофонович Сам Невольно Хмыкнул И стал Прислушиваться Стараясь Понять Причину Веселья Молодых Людей Нет Верно Тебе Говорю Доносился Хрипловатый Говорок Иванюты Это Была Кажется Седьмая Наша Контратака Втолковую Хлопцы Если Хотите Уцелеть Держитесь От меня Справа И слева Но Штыком Не работайте А палите По тем Гитлера Которые В меня Целятся И получилось Ломлюсь Понимаешь Под их Охраной И работаю Длинным Уколом С выпадом Ну иногда Там Правый Или левый Отбив Вниз За такую Работу На штурмовой Полосе В училище Мне всегда Пятерку Ставили И многих Укакошил С недоверием Поинтересовался Колодяжный Ни одного Иванюта Заразительно Засмеялся Я же С расстояния Выбросом Карабина Понимаешь Чтобы штык Только коснулся Головы И валятся Как снобы От шока Длинный Выпад Навстречу Легкие Удары Стреем Штыка В лицо Или в лоб Или в шею И бросает Фашист Автомат Копыта В стороны И будь здоров Силен Отобрительно Хохотнул Колодяжный И все Твои Телохранители Уцелели Все До единого Поверили Что я завороженный Циркачем Меня назвали Иванюта Опять зашелся Смехом Кажется Совсем Глупым Беспричинным И тут же Стал пояснять У нас в селе Был один хитрый Дядька Архипом Звали Так вот Этот Архип Однажды Подкупил цыганку Чтобы Новорожило его Соседям То что ему надо А что ему было надо Ты послушай Цыганка Вначале Убедила Соседей Архипа Что она Ясновидица Каждому Рассказала Все Что случилось В его жизни Ну конечно Архип Ее просветил А потом Уверила Что точно Знает Кто Когда Из них Помрет Первым Назвала Архипа Но открыть Время Его смерти Отказалась Наотрез А соседям Его Новорожило Более конкретно Ты Иван Помрешь После Архипа В тот день Когда по нему Будут справлять Сороковины А ты Платон Ровно Через семь Месяцев После Архипа Отдашь Богу Душу Третьему Соседу Савке По словам Цыганки Выпало Прощаться С белым Светом Через год После Архипа Ну и Чего Чего Твой Архип Добился Такой Брехней Недоумевал Колодяжный Не понимаешь Иван Он опять Залился Смехом Райской Жизни Добился Только Возьмется Архип За лопату Чтобы грядку Вскопать Или за косу Чтобы травы Короли Накосить А соседи Уже На перегонке Бегут На помощь Следили за ним Как за Детем Малым Закашляет Или застонет Он Может с перепоем Или еще С чего Да иван Спешит С крынкой Меда Платон С кругляшком Масла А Савка Тащит Настойную На целебных Травах Горилку Лечись Мол Дорогой Соседушка Да не спеши Помирать Прямо На руках Его носили Колодяжный Позабыв Что вокруг Спят Захохотал Громко И заразительно И тут же Кто-то Со стороны Беззлобно Крикнул Спать Дайте Черти Друзья Умолкли Наступила Тишина И Федор Ксенофонович Не заметил Как окунулся В сон Прошло Лишь Двое Суток Как генерал Майор Чумаков Вывел Из окружения Свою Группу Более Четырехсот Человек В ней Уцелевшие Работники Штаба Корпуса Бойцы И командиры Спецподразделения Обслуживавших Штаб Люди Из танковой Дивизии Которая Последней Выходила Из боя Из расходов Горючие Боеприпасы А также Из других Частей Примкнувшие В пути Естественно Что генерал Чумаков Как только Оказался По эту Сторону Фронта Стал Наводить Справки О местонахождении Командного Пункта Своей Десятой Армии Но ничего Не узнал Еще не была Известна Судьба Большинства Соединений Десятой Армии Ее Штаба И самого Командарма Генерала Голубева Поэтому Федору Ксенофоновичу Ничего Другого Не оставалось Как явиться В штаб Фронта В лесу Под Чаусами Царила Нервозно Напряженная Атмосфера Штаб Фронта Собирался Переезжать Куда-то К Смоленску Ни к командующему Ни к начальнику Штаба Попасть Не удалось Они были На командном Пункте Маршал Шапошников С которым Он столкнулся Близ палатки Оперативного Отдела Выслушав Рассказ Федора Ксенофоновича О том Что тот Видел И перенес Там Далеко Западнее Минска Посоветовал Как можно Скорее Оформить Документацию О боевых Действиях Корпуса А потом Лично Явиться На доклад К командованию Фронта И быть готовым Если разумеется Не беспокоит Рана К назначению На новый Боевой пост Несколько Успокоенный Отбыл Генерал Чумаков На сборный Пункт В Могилев Где Среди сотен Других Бывших Окруженцев Томились И его люди Утром Когда солнце Только бросило Косые лучи В прифронтовой лес С запада Надвинулась Серая туча И пролилась Небольшим дождем В лесу Посветлело От заблестевшей Листвы И травы Острее Запахло Цветами И хвоей Глуши Стали доноситься Орудийные Раскаты Будто Линия фронта Отодвинулась Назад И даже шум Недалекой Дороги Сделался За стеной Умытого Дождем Леса Менее Внятным Но из Всех Витавших В округе Шумов Сейчас Смог Заинтересовать Генерала Чумакова Думается Только Один Рокот Мотоциклетного Мотора Полковник Карпухин Вчера Вечером Уехал С мотоциклистом В штаб Фронта А Федор Ксенофон Ждал Его Возвращения Рядом За кустами Где дымилась Полевая Кухня Старший Лейтенант Колодяжный Кому-то Рассказывал Услышанную Ночью От Иванюты Историю О хитром Архипе И его О дураченных Соседях И хохотал При этом С ярой Веселостью А ему Азартно В несколько Глоток Вторили Слушатели Рассказ Сколодяжного Несколько Отвлек Федора Ксенофоновича Он Тоже Вспомнил Подслушанную Ночью Байку Младшего Политрука И не Услышал Как по Затененной Мокрой Дорожке Взлетел На лесную Высотку Мотоцикл Увидел Его Уже Рядом Из Коляски Выскочил Незнакомый Младший Лейтенант В танкистском Комбинезоне И пылая Румянцем Щек Бойко Обращайтесь Ответил Федор Ксенофонович На приветствие Пакет Для генерала Чумакова Я Чумаков Федор Ксенофонович Наблюдал Как Младший Лейтенант Доставал Из полевой Сумки Пакет Скрыл И прочитал На оформленном Бланке До военного Образца Машинописный Текст Это было Адресованное Ему Распоряжение Командующего Армией Генерал Лейтенанта Ташутина Штабная Группа Генерала Чумакова Доукомплектовывается И преобразуется В штаб Сводной Оперативной Войсковой Группы Командиром Группы Назначался Генерал Майор Чумаков Начальником Штаба Полковник Карпухин Штабу Предписывалось Срочно Начать Подготовку К незамедлительным Наступательным Действиям А генералу Чумакову Явиться К командарму Ташутину За получением Боевой Задачи Подняв По тревоге Свой лесной Гарнизон Федор Ксенофонович Ознакомил Карпухина Жилова И еще Нескольких Командиров С приказом Поручил Рудар С какими-то Ограниченными А точнее Отвлекающими Целями И был Недалек От истины Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров